Добрый день! Это наше решение, разработанное компанией BI-Consult на платформе Клик. Сама платформа Клик недостаточно широко известна в мире. Она используется на рынке уже более 10 лет. Она интересна тем, что помогает консолидировать информацию из разных источников данных. На входе эти данные можно видоизменять. И она помогает строить отчетность. Наш конструктор в основном направлен на бизнес-пользователя. В чем преимущество нашего решения? Для IT-специалистов наша разработка будет интересна тем, что есть возможность подгружать данные из разных источников информации, используя стандартные загрузчики, либо подготовленные данные из QA-запроса. Также мы часто на проектах, используя наш конструктор, подгружаем Excel, CSV и XML-файлы. И можем разрабатывать загрузку данных под каждого конкретного клиента. Чем интересен наш конструктор для бизнес-пользователей? Это удобный, понятный интерфейс, который не требует какой-то подготовки с точки зрения IT-специалиста. К этому интерфейсу нужно будет совсем немножко привыкнуть. И у нас есть очень подробная инструкция, как пользоваться нашим инструментом. Вы вправе создавать отчетность, используя сальдообороты ваших учетных систем. Вы можете тут же видеть и проверять, показать, или расчетные, сравнивать с базами, чтобы быть уверенным в том, что сама система правильно закачала данные и правильно их представляет в нужной вам интерпретации. Вы сможете, используя наш конструктор, провалиться вплоть до каждой отдельной транзакции, по каким-то определенным фильтрам. И также есть настойка, которая позволяет каждому пользователю собирать свой собственный дешборд KPI-показателей. На практической части мы сегодня с вами это посмотрим. Как это выглядит схематично с точки зрения архитектуры? То есть, соответственно, есть ваши учетные системы. Они могут быть абсолютно любыми. 1С, СА, Oracle, Microsoft, Excel файлы. То есть, Excel файлы часто подгружаются для истории. То есть, есть отчеты, и ее нужно анализировать, смотреть динамику, поэтому нет возможности, например, собрать на базу данных. Подгружаем Excel. Далее мы забираем эти данные, формируем их в Кубизи, данные, которые использует сама система Клик, и получаем на выходе конструктор отчетности, который позволяет создавать отчет через статьи Сальдо и через обороты в счетах. И, в принципе, на выходе пользователи получают либо пакет отчетности стандартный, который мы можем вам собрать, предложить, и далее собирают свои отдельные отчеты. Давайте тогда посмотрим, как это выглядит, и на практической части соберем отчет по рабочему капиталу через баланс. Таким образом выглядит у нас конструктор отчетности. Здесь мы с вами будем собирать статьи. Важно, когда вы собираете какой-то отчет, то нужно собирать статьи с самых мелких до самых крупных. Создаем новую статью. В интерфейсе присутствуют такие поля. Наименование статьи. Обязательно указывайте наименование статьи, так как вам это необходимо и интересно. Потом увидите в отчетности. К примеру, начнем с товара. Собирать статью я буду через счета, через тайт, через дебетовое. Соответственно, зеленым я выбираю, подкрашиваю то, как я буду собирать эту статью. Выбираю счет товара. У меня сразу же показывает предрасчет, сколько у меня сейчас в моей базе данных по периоду существует данных по 41 счету. Есть возможность выбора коэффициентов. Это используется в основном для отчетов по анализу затрат, либо для P&L, когда пользователи хочут заминусовать расходные статьи. Далее есть возможность ограничить данные по сайту каких-либо счетов, по базам данных, например. То есть, соответственно, если вы хотите увидеть только какую-то одну базу данных, собрать по ней отчет, вы выбираете в дополнительных фильтрах. Я сейчас не буду делать какие-то фитеры, мне интересно посмотреть рабочий капитал в целом катализированных компаний. Добавляю статью. Далее внизу у меня отображается формула моей статьи. Я проверяю, что здесь все правильно, что у меня есть дебет 41 счета, все статьи оборотов, все базы и так далее. И добавляю статью. Таким же образом я собираю статью по МПЗ. Под дебетворской задолженностью. Подписывайтесь на мой канал. Добавляю еще в детскую заблочность, собственно, климатический пить. В данном случае у нас загружен план счетов, которые мы использовали на некоторых проектах. Соответственно, он будет под каждого конкретного клиента разрабатываться свой. Выбираю 62-й, интересующий меня счет, смотрю предрасчет по периодам, добавляю статью. Создаю статью еще в односельном средстве. Создаю статью еще в односельном средстве. Создаю статью еще в односельном средстве. Теперь я хочу объединить дебютовскую задолженность и денежные средства в статье более верхнего уровня. Как это будет выглядеть? Выбираю в типе расчета через статью. Здесь я вижу те статьи, которые я создала буквально пару минут назад. Я выбираю дебютовскую задолженность и дежессу. Добавляю эти две статьи. Проверяю расчет. Добавляю. Таким же образом создаю итоговую статью по денежку. И создаю итоговую статью оборотной активности. В оборотной активности у меня будет включаться итоговая статья оборотной задолженность. Добавляю. Товары. Товары. Материалы. И МДФ. Добавляю. Добавляю статью. Добавляю статью. Аналогичным образом создаю кредиторскую задолженность. Добавляю статью. 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 и делаем расчетную статью в рабочих сетях. В данном случае статьи добавляем по порядку. Оборотный актив у нас появится плюсом, краткосрочное обязательство появится минусом. Делаю поправку на кокси, добавляю статью, проверяю по формулам, по коэффициенту, добавляю и сохранирую. Далее я уже могу создавать сам отчет, работая с теми статьями, которые я создала ранее. Соответственно, есть возможность выбрать преднастроенные отчеты, которые мы делали до этого. Есть возможность создать свой собственный, что мы сейчас и сделаем. Называем его рабочий капитал по балансу. Название здесь может быть абсолютно любое. Выбираем форму. Есть несколько форм. Есть форма преднастроенная, сравнение сценариев. Есть форма KPI, о ней мы поговорим немного позже. И есть форма сводной таблицы. Мы выбираем форму сводной таблицы, нажимаем создать. Таким образом выглядит интерфейс. Здесь предпросмотр нашего отчета. Здесь статьи, наименование статей в отчете. В данном случае вы можете статьи переименовывать. То есть не обязательно, чтобы они назывались именно так, как вы их создали ранее. Есть отступы, которые помогают просто красиво представлять отчет и соблюдать иерархию. И есть возможность подкраски, выбора шрифтов и выбора вывода данных по цифрам. Первая статья у нас пойдет оборотные активы. Я ее выбираю. Отступ у меня будет у нее единичком. Я ее подкрасну голубым цветом. Обязательно нужно снизить, чтобы все было выделено. И она у меня будет жирным чертом. Добавляем. В оборотные активы у меня входят товары. Отступ 2. Потому что должны соблюдать под иерархию. Я ее подкрашу большим цветом. Выберу обычный шрифт. Вот у меня собирается мой отчет. Далее я возьму МВЗ и буду соблюдать уже точно такие же данные по формату. МВЗ Дебиторская задолженность и таба. В дебиторскую задолженность у меня входит дебиторка. Дебиторская задолженность и дезосюм. Выберу сразу две статьи. Они у меня будут третьего уровня, более низкого. И я их покрашу белым цветом. Далее у меня дебиторские средства. Делаем аналогично касса и банк у меня обходят. Детего там белый цвет. Так, вот мы собрали оборудование акции. Теперь аналогично поступим к краткосрочным обязательствам. Отступ единичка. Открашиваем голубым. уделяя железь. А у меня в него входит даем интересы. И к кемиторская задолженность. Сначала итоговая спица и все, что входит к нему. и все. И самая последняя статья это рабочий капитал. входит и все. Она у меня будет единичка по иерархии. Я подкрашу фиолетовый цвет, чтобы она выделялась. и выделяю отчет. Мы собрали отчет, мы его сохраняем и теперь идем в приложение для пользователей, которое в основном пользуется в компании. То есть данный конструктор он разработан больше для людей, которые именно создают и меняют отчетность. На ежедневной основе все пользуются другим приложением. Выглядит она следующим образом. Есть инструкция, как этим приложением пользоваться. Есть оборотно-сальдовая ведомость. Она уже собрана, консолидирована. То есть сбоку по левой стороне приложения мы видим фильтры. Есть несколько сценариев, то есть это фактические данные, плановые данные, скорректированные плановые данные, то есть их может быть сколько угодно по забросу компании. Далее мы видим организации. В данный момент у меня четыре организации. Подразделения и подразделения и ЦФО. Здесь в принципе фильтры могут выполняться в зависимости от того, какие нужды есть у компании. В верхней части мы видим фильтры временные, фильтры по счетам и кнопки внутригрупповую обороть. В приложении встроен алгоритм, который исключает компании и группы. Соответственно, нажимая данную кнопку, например, «Исключить ВГО», я вижу, что у меня таблица вся пересчитывается и у меня показываются данные, которые исключают компании и группы. Если я нажимаю кнопку только ВГО, соответственно, у меня отображаются только данные по компаниям группы. Выбирая какой-то конкретный счет, у меня моя оборотная сальговая ведомость сокращается. Соответственно, есть возможность отфильтровать обороты по сценариям и по организации. Например, в данный момент я смотрю сценарий 2, организация 1, оборотная сальговая ведомость. за первый классал и могу уже выделить конкретное переселение. Далее мы переходим на закладку отчетности. Соответственно, существует возможность смотреть уже преднастроенные отчеты. Сейчас я перезагружу данные и мы с вами посмотрим этот отчет по рабочему капиталу, который мы создавали. Перезагрузка данных это определенный этап, который требует время, но достаточно недолго. доставленный отчетный 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 вилте рабочий капитал по балансу, вот наш отчет, который мы с вами собирали, соответственно, соблюдены все фильтры, вот статьи, в которых состоит отчет, данный отчет можно ограничить по периоду, вот я возьму, например, только 2016 год и только сценарий 2, вот сумма рабочего капитала, соответственно, и эти данные мы можем разворачивать по организациям, подразделениям, подразделениям и источникам, к примеру, это выглядит следующим образом, то есть я могу поместить наверх организацию, ограничить длинный ряд, это будет удобно, вот мой рабочий капитал по организации 1, по организации 2, вот рабочий капитал по организации 1, организации 2 по квартальной разбирке и так далее, то есть Я могу поменять и развернуть, к примеру, по подразделению. Это уже будет выглядеть следующим образом. Подразделение 1, 2, 3 и так далее. И могу, например, выбрать фильтр подразделения, который меня интересует, и посмотрите, как оно подъем. В приложении есть возможность задавать собственные ТПИ-показатели. Это также настраивается в конструкторе. Отчеты. Пишу название показателя. Выбираю форму ТПИ. Нажимаю кнопку «Создать» и выбираю сам показатель. Добавлю. Снова перемещаюсь в приложение «Пользовательское». И прихожу на закладку ТПИ. Обновляю данные. Подразделение. 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 Вот появился мой показатель, и это выглядит следующим образом. То есть, соответственно, есть показатель рабочего капитала, есть возможность создавать зону, но он у нас получился с отрицательным, поэтому она красная. И есть возможность добавлять уже определенную графику, то есть, соответственно, представлять рабочий капитал в виде чартов, то есть это линейный график, таблица и гистограмма. Есть возможность ограничиться аналогично по сценариям, по организациям. Например, в данный момент я смотрю рабочий капитал по организации Алис. Я вижу, что у меня была тенденция, что в январе-марте он был отрицательный, в апреле-май положительный, потом снова отрицательный и так далее. То есть я могу его представить, что в виде линейный график. Консолидировано по компании ситуация следующая. О каком-то конкретном предсделении аналогичном. Я выбираю фильтры и смотрю, как он устроит свой график или гистограмма по конкретному предсделению. Для проверки всегда существуют таблицы с циферными обозначениями. Можно проверить с вашими учетными системами. Аналогично действуют кнопки по ПГО, по исключению, включению. Данное пользовательское приложение не ограничено. То есть, соответственно, есть возможность увеличивать количество закладов, количество отчетов и делать определенный дизайн отчетности от каждого конкретного клиента. Как я говорила ранее, с каждого такого приложения можно провалиться до уровня транзакции. Соответственно, наоборот, на сальвовые ведомости существует кнопка транзакции. Можно сделать ограничение каких-либо щитов, которые вам интересны, периоды, сценарии, нажать на кнопку. И провалиться уже в приложении транзакционное, где в режиме конструктора вы сами можете создавать себе те таблицы, которые вам интересно посмотреть. К примеру, я хочу посмотреть 44-й счет по батам, по контрагентам, по датам проводок. Вот получается транзакционная плоская таблица. Вот для даты каждой конкретной проводки. 6-й счет кредит можно выбрать корреспондирующий. 60 ограничить. То есть посмотреть только 44-60. И так далее. Таким образом можно найти каждую конкретную интересующую вас функцию транзакции. По нашему продукту на данный момент я рассказала практически все. Сейчас я вам покажу в его проект, который используется в одном из наших клиентов, на демо-версии приложения, в котором пользуется он в работе. Соответственно, вот пользовательское приложение одного из наших клиентов, выглядит оно следующим образом. Соответственно, есть консолидированная оборотно-самбелая ведомость, есть возможность выбора сценариев, есть возможность выбора организации, подразделений, СФО и так далее. То есть в компании на данный момент 28-й счет кредит. Соответственно, если я хочу посмотреть какую-то конкретную организацию, то мне необходимо ли выбрать свитер. Если мне интересно посмотреть конкретную базу, здесь данное приложение собирается и более 8 разных источников данных, я выбираю сверху фильтров базы именно базу. И так далее. То есть есть возможность разворачивать карты, один из счетов субсчитал, выбираю его. По СВ детализированный. В данном случае какие-то конкретные счета, которые компания использует в ежедневной работе, они расшифрованы по статьям оборотов, по подразделению. Для удобства. То есть можно выбрать разделение, можно выбрать конкретную статью оборотов и строить себе такие некие срезы отчетов для ежедневной работы. Конструктор. Очень удобный инструмент. Вы можете строить себе отчеты по вашему желанию. Например, я хочу посмотреть счет в разрезе статей оборотов, факт и план и в разрезе подразделений. Я выберу 91.01. Мне интересно там и прочие доходы расходят. Фактически данные 91.01 остался кредит. Мне интересен больше кредит. И, соответственно, я могу посмотреть, с какими счетами корреспондировали данные. Считаю, ограничить их по организациям и по статьям оборотов. Выбрать, например, какую-то конкретную статью оборотов и посмотреть, как она раскладывалась в полу подразделения. Есть возможность аналогичного отчета в голосводной таблице. Соответственно, статьи оборотов, разрезы подразделений. Счет мы уберем, потому что я его здесь уже выбрала. Так, будет удобнее смотреть. Есть возможность посмотреть то же самое на графике. Ну, к примеру, статья оборотов у меня одна конкретная. И вот как она раскладывается по подразделению. И отчетность. То есть отчетов здесь может быть достаточно много. К примеру, там, ВДС может выглядеть следующим образом. То есть отчетов может там привлекать, может быть. Там, АПО и так далее. Баланс. Соответственно, сейчас покажу просто другой вариант. Также демо-приложение, которое используется в работе. Есть интересная такая опция, когда вы выбираете готовый отчет. И, к примеру, хотите посмотреть баланс, из чего состоит конкретная статья. То есть вот преднастроение «Управленческий баланс». Я выберу сценарий 2. За январь, там, 2016 года. Нажимая на статью, у меня сбоку появляется сразу же формула, из чего эта статья складывается. То есть какие статьи, какие сайты вошли в данную статью, когда мы собирались. Коллеги, в принципе, я рассказала про наш конструктор и его возможности все, что могла. Если у вас есть вопросы, то пишите в чат. С удовольствием на них отвечу. Да, этот конструктор он продается как коробочное решение. Соответственно, на его настройку либо есть инструкция для разработчика, вы можете его настраивать собственными силами, либо пригласить нас, и мы поможем вам на настройки. Дамы загружаются загрузчиками стандартными. То есть если у вас там какой-то специфичный план счетов, отличный от общепринятых норм, то здесь не волнуйтесь, если это не скажется на интеграцию. По записи семинара это будет информация уже позже. Соответственно, запись мы введем, возможно, через месяц, через два будет загрузка. Так, соответственно, по стоимости. Так как данное решение разработано на системе Клик, то стоимость будет складываться из трех частей. Первая – это сама система Клик.ю на базе платформы, в которой мы работаем. Там стоимость идет в районе трех миллионов рублей на 30 пользователей. Сами лицензии, сама разработка нашего конструктора – это в районе миллиона рублей. Ну, то, что это все зависит от пользователей. И интеграция. То есть либо вы делаете все сами, либо зависит у нас. Интеграция тоже будет от 500 тысяч до 3 миллионов рублей. Зависит от сложности самих учетных систем в компании. Да, они добавляются в макросом в Excel-файл. Это особый разработанный Excel с формулами, которые потом загружаются в Клик.ю. И на базе этого уже получается мы собираем учетных. 1 миллион рублей – это сам конструктор отчетности, наше решение на 30 пользователей. Плюс платформа, плюс интеграция. Либо вы сами интегрируете после курса обучения. Ну, на кого вы этого не сделаете. То есть Клик, он более гибок. Он более гибок к написанию различных алгоритмов, формул. Тобой – это хорошая система визуализации, которая ложится на хорошие структурированные данные и хранилища и источники данных. Мы в своем, в принципе, опыте больше работаем с одиннессками, одиннессками разными по структуре, по архитектуре и консолидируем эти данные в Клике, преобразовывая их различными логическими алгоритмами. Данный конструктор, он нацелен на бизнес-пользователей, поэтому обычно никаких особых данных, требований к разработчикам мы не предъявляем. То есть мы поможем вам интегрироваться с источниками данных, то есть это входит в стоимость. И далее там сам допил отчетности – это будет курс обучения либо инструкция. Ну и, соответственно, тут тоже важно, что как вы собираетесь интегрироваться, то есть писать с нуля, предоставлять готовые скидки, запросы и так далее. То есть здесь тоже есть поле для обсуждения. Так, коллеги, если вопросов больше нет, я думаю, тогда мы можем закончить наш вебинар. В любом случае, если у вас есть дополнительные вопросы, вам понравился наш вебинар, наш конструктор, вы хотите поговорить об этом более подробно, мы с вами свяжемся после вебинара, чтобы получить фидбэк, понравилось, не понравилось, и сможем уже с вами обсудить более подробно в следующей встрече. Всем большое спасибо, что были с нами, что слушали. Хорошего дня, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова